Ну что, ребят, приветствуем. Такая у нас сегодня хорошая погодка. Сразу говорю, сейчас я попытался припарковать автомобиль на трех платных парковках везде. Короче, припарковаться не получилось, поэтому сейчас, на данном этапе, я приеду, наверное, в центр Сочи минут, наверное, через пару часов, потому что сейчас я не смог попасть на тренировку. Очень много людей, очень много народу. Сами видите, все забито со всех сторон. И на данном этапе как бы так. По поводу недвижимости в Сочи, давайте тоже коротко скажу. В прямом эфире не получается выйти. Что касается недвижимости в Сочи. На данном этапе, сейчас пока я ехал для вас заснять один объект, там вроде бы были актуальные цены на ту или иную недвижимость. Но пока я собрался доезжать, ценник от 270 тысяч за квадратный метр стал до 300. В общем, развернулся на полпути. Это в Адлере у нас, на улице Просвещением. Это верх курортного городка. Не знаю, может быть, завтра все-таки доеду. Потому что сегодня у меня было три проката. Из трех прокатов одна сделка. Ну и, в общем, так вот. Люди в любом случае, в основном, кто приезжает, смотрят бюджетный вариант. Это у нас в основном сейчас покупают измайловские дачи. Те люди, которые соображают, которые понимают, что то, что они насмотрелись в фейках, ничего не будет. Поэтому в этом отношении, конечно, мне легче работать, когда люди приезжают. Сначала по фейкам проедутся, когда им покажут всякие дома, можно сказать, которые сейчас у нас в администрации Сочи весят под снос. И потом продавать что-то безопасное гораздо легче дается. В любом случае, измайловские дачи сейчас 180 тысяч рублей за квадратный метр. И на данном этапе это считается одной из самых интересных предложений. Потому что все остальное у нас 250 тысяч и выше. По поводу заработка. Да, заработать можно. По поводу того, чтобы взять для себя любимого и сохранить, тоже можно однозначно. Но вот как бы так. Цветочный магазин, кстати, переполнен. Если сейчас посмотрите в левую сторону, то увидите табличку. Мест нет. Платная парковка. Самая большая парковка, которая здесь есть. И тоже там сейчас на данном этапе мест уже и нет. Вот как бы так. Сегодня у меня мой автомобиль прошел такой, скажем, небольшой тест-драйв. Я сегодня преодолел речку вброд. Посоветовали больше так не делать, потому что непонятно, где в Порш-КМ у нас воздухозаборники. В общем, проехал там, где нормально люди не суются. Я думаю, наверное, все-таки не буду так жестко эксплуатироваться. Видите, да, сегодня погода хорошая. Поэтому все, наверное, приехали со всех районов. В Сочи машин очень-очень много. Все гуляют, все наслаждаются. Все прекрасно, все замечательно. Ну и, конечно же, все у нас сегодня посвящают магазины. И почему-то заранее покупают цветочки, потому что, наверное, думают, что завтра цветов не будет в связи с санкциями. Ну а недвижимость, я не могу сказать, что прямо расходится, как горячие пирожки. Но ценник на недвижимость поднимается. То же самое, что с автомобилями. На автомобиле цены каждый день стремятся стабильно вниз. Сейчас я посмотрю курс доллара. Курс доллара. Курс доллара. Карплей не очень карплей не очень карплей. Вот, все, видите, не стоил. Курс доллара. Один доллар США. Это 131 рубль 50 копеек. Согласно данным от Yahoo Finance. Не матерись. В общем, доллар уже 130 рублей. Но вполне возможно, потому что с 7 и 8 числа у нас со стороны России на бирже. Биржа, так скажем, не работает, как я сегодня смотрел в новостях. Может быть, завтра он не устаканится. Но пока вот сегодня 130 рублей. Поэтому многие застройщики ориентируются в том числе и на доллар. И поэтому, конечно же, поднимает, 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 поднимает цены. Ну, еще раз, да. Вот если бы продаж не было, то бы цены не поднимались. Все равно люди покупают. И если, например, кто-то там говорит, что там так, ну, так, продажу большинство было в ипотеку. Нет, ребят, есть, конечно же, ипотечные клиенты. Но в основном к продаже, конечно же, за наличный расчет. За наличный расчет. Если, например, мы с вами попробуем соревноваться даже по мне, да, вот даже, да. Первую квартиру в Мелоделесе покупала за наличный расчет. Вторую квартиру в Мелоделесе я покупал за наличный расчет. Квартиру в Море Видел для при продаже покупала за наличный расчет. В Тома Озера я покупал квартиру за наличный расчет. Жилой комплекс Облака я покупал за наличный расчет. И если, например, мы возьмем с вами Радужный, я покупал за, получается, ну, без участия банков, а была какая-то внутренняя расстройщика от того же самого застройщика, я тоже считаю, да, получается. И если мы возьмем с вами жилой комплекс Кватера, я тоже там брал за наличный расчет. То есть семь, получается, квартир, которые я покупал и какие-то перепродавал. И, соответственно, если мы с вами берем еще вариант, это у нас Измайловский дача для дочери покупал. Восьмая, да, квартира тоже за наличный расчет. Родителям квартиру покупал на Бытхе за наличный расчет. Тут, получается, уже в сумме девять квартир за последние пять лет, которые в городе Сочи. Ну и свою квартиру в жилом комплексе Остров Мечты я покупал в апотеку. Соответственно, из десяти купленных квартир только одна квартира была в апотеку. Примерно такая же статистика у меня и по продажам в апотеку. Если, например, взять все последующие, ну, предыдущие годы, то почти все покупалось именно в апотеку. Ой, извиняюсь, все покупалось за наличку. В апотеку покупалось, но покупалось как раз именно то, что такое, скажем, бюджетное. Если, например, мы возьмем самый дорогой дом, который я продал, я продавал его за наличку. Самую дорогую квартиру, которую я продавал в Сочи, я тоже продавал за наличку. Ну, в общем, все самые, так скажем, дорогие объекты были проданы за наличный расчет. Поэтому многие думают, что раз ипотечные ставки поменялись, значит, соответственно, и, как бы, типа, недвижимость должна встать или еще что-то. Нет, недвижимость не встала, но ценник, конечно же, тот, который, там, в свое время, там, месяца 3-4 не двигался, особо ни вперед, ни назад, ценник стал стабильно расти вверх. Ну, и самое, наверное, интересное, если бы вот так вот, да, вот надо покупать автомобиль себе, чтобы можно было на эвакуатор ездить. Вот, как бы, так. Вот, все хорошо в Porsche, но вот эта какая-то система старт-стоп, она меня просто напрягает, вот прям, как бы, она начинает глушить двигатель. Ты даже еще не успел даже встать, но, коп, и глушит. Вот, какая экология, кому это нужно. В общем, решил я сделать прошивку, чтобы, чтобы у меня этот старт-стоп, все, навсегда, я про него забыл, чтобы всегда работал в обычном режиме. Потому что на силах так стартера, это просто извращение. Двигаемся мы с вами по улице Виноградная, соответственно, по поводу стройок, да, сейчас, наоборот, стройка у многих стала в активной фазе, потому что все прекрасно понимают, чем быстрее они построят, чем быстрее они все закупят, тем дешевле получится себестоимость стройки. Потому что все последующие стройки сейчас просто нереальные по цене. Если кому-то нужен танхаус, танхаус в районе Приморья-Благодать, ну, реально хороший танхаус, там, с бассейнами, за всей этой ерундой, с большим бассейном, там, закрытая территория, вид на море и так далее. Есть два танхауса, один 97 квадратных метров, другой 137 квадратных метров. В общем, цена 450 тысяч рублей за квадратный метр. Один готовый продать, а так застройщик будет продавать их по 700 тысяч рублей за квадратный метр. Приморья-Благодать. Соответственно, если есть около 45 миллионов рублей, то можете обращаться. Потому что, как бы, ну, все думают, что танхаус можно купить в Сочи, там, за, не знаю, за сколько. Нет, нельзя купить. Сейчас, наверное, я сделаю паузу небольшую. Сейчас я встречусь с клиентом, на все вопросы отвечу. И на тренировку уже поеду немножечко попозже. Потому что сейчас просто-напросто невозможно работать. Невозможно работать. В таком плане, ну, там все из города стоит, все парковки заняты, даже платные. Даже ворд-класс не получается мне поставить свой автомобиль. Я просто был в шоке сейчас. Целый час потерял просто так, бестолково. По поводу земли, кстати. Земля тоже поднялась в цене резко. Многие продавцы квартир, вторичник, тоже подняли цену. Потому что прекрасно понимают, что бытовая техника выросла в цене. Материалы тоже выросли. И продавать квартиру, можно сказать, даром никому и не хочется. Поэтому вторичный фонд сейчас тоже немножко взлетел. Я не могу сказать, что на вторичку у нас выстроилась очередь. Нет. Потому что если вам, например, нужно купить вторичку, то вам нужно ориентироваться на минимальную стоимость примерно 8-8,5 миллионов рублей. Это чтобы взять что-то законное, там 30 квадратных метров, не более. Если что-то хочется в каких-то там комплексах, которые появляются спросом, такие как жилой комплекс «Осовши мечты», жилой комплекс «Рост-демар», жилой комплекс «Парь-Борькова», жилой комплекс «Сокол», то нужно ориентироваться на минимальную точку входа от 15 миллионов рублей и выше. Наверное, пропущу это с таким селяном дерзким. Ну, вот как бы так, ребята. Поэтому ценник, конечно, неадекватный на данном этапе. Но все равно, знаете, спрос рождает предложение. Если бы у нас не покупали бы ничего, да, была бы такая, свою роду, забастовка, то вполне возможно бы и ценник бы и откатился. Ну, на данном этапе, на данном этапе не стоит рассчитывать на волшебство. И цена, конечно же, цена, конечно же, мягко говоря, оставляет жать лучше. Поэтому еще раз повторюсь, кто успел, тот залез в последний вагон уходящего поезда. Ну, а те, кто у нас думали, анализировали, выжидали моменты определенные, они, конечно же, сейчас остались у разбитого корыта в Саратове либо же в любом другом городе России. Ничего против Саратова не имея. Хороший город, все прекрасно, все замечательно. Но факт остается фактом. Недвижимость в Сочи такая страшная штука. Недвижимость в Сочи такая страшная штука, которую нужно покупать здесь, сейчас. И 6 лет я слышу, что цена должна понизиться, но по факту ничего не понижается. Продолжение следует...